Мы говорим об изменении климата, выбросах углекислого газа, глобальном потеплении и различных других аспектах. Но мы не занимаемся проблемой почвы. Почва — это среда обитания, в которой процветают миллионы жизней. Если в почве нет разнообразия, значит, вы навсегда утратили планету во многих отношениях. Все авторитетные ученые в мире и агентства ООН ясно говорят, что у нас осталось всего 80-100 урожаев, то есть примерно 45-50 лет существования сельскохозяйственной почвы на планете. К 2045 году мы будем производить на 40% меньше продовольствия, чем сейчас. А наше население составит 9,3 миллиарда человек. Нехватка продовольствия, которая может проявиться в ближайшие 25 лет, повлечет последствия, которые сейчас трудно представить. По всему миру развернутся гражданские войны. Сейчас мы сталкиваемся с вымиранием почвы. Почему почва вымирает? Куда она уходит? Что происходит с нашей почвой? Мы должны понимать, что если вы добавите в песок органику, то песок превратится в почву. Если удалить из почвы все органическое содержимое, почва превратится в песок. В норме минимальное содержание органики в сельскохозяйственной почве должно составлять от 3 до 6%. Самый минимум — 3%. Хотя бы столько для поддержания ее живой. Сельскохозяйственные почвы по всему миру сильно истощены. В большинстве стран за последние 100 лет уже исчезло более 50% верхнего слоя почвы. Уровень питательных веществ в пище значительно снизился. Уровень микроэлементов, которые вы получали из пищи в начале 20 века, по сравнению с тем, что вы получаете из этой же пищи сейчас, снизился на 90%. Если в 1920-х вы съедали один апельсин, то сейчас, чтобы получить то же самое количество питательных элементов в 2020 году, вам придется съесть 8 апельсинов. Вот что мы сделали с нашей пищей. Почва — самая большая экосистема на планете, но так мало людей знают о ней хоть что-то. В одной чайной ложке здоровой почвы, вероятно, содержится больше микробов, чем людей на Земле. Микробная жизнь в 30-40 см верхнего слоя почвы является основой нашего существования. Волшебство, которое создает жизнь, которой мы являемся, находится под нашими ногами. Эти верхние 30-40 см почвы являются основой жизни для 87% живых организмов на этой планете, включая нас самих. Нам пора признать, что то, что мы называем нашей почвой, матерью и землей — это живой организм. Открытые почвы, распаханные, находящиеся под солнечным светом — это основа для уничтожения микробной жизни. Так что основное внимание должно быть уделено сельскому хозяйству и тому, чтобы земля как можно больше находилась в тени. Любая тень — травы, растения, кустарники, деревья. Осознанная планета запускает движение «Спасем почву», чтобы изменить политику восстановления почвы. В рамках этого я в свои 65 лет проеду 30 тысяч километров в одиночном путешествии на мотоцикле. 30 тысяч километров через 24 страны. Чтобы граждане высказались в поддержку долгосрочных инвестиций правительства. Чрезвычайно важно, чтобы восстановление почвы было закреплено в политике каждого правительства на планете. Мы должны изменить сложившееся положение вещей. Почва — это богатство и наследие, полученное нами от предыдущих поколений. И мы должны передать его в качестве живой почвы будущим поколениям. Мы находимся на рубеже. Если сделать правильные вещи сейчас, то в ближайшие 15-25 лет мы сможем значительно переломить ситуацию и восстановить почву. Но если мы позволим этому развиваться таким образом еще 30-40 лет, тогда на восстановление может потребоваться уже 150-200 лет, потому что произойдет большая потеря биоразнообразия. С 21 марта в течение 100 дней весь мир, каждый человек на планете должен говорить о почве. Необходимо повсюду слышать слово «почва», слова «спасем почву», чтобы по всему миру люди начали говорить о самом важном аспекте нашей жизни — почвы. Каждый из вас должен охватить как можно больше людей, чтобы это произошло. Многие мировые лидеры и влиятельные лица уже участвуют в этом движении. Будьте частью этого и давайте сделаем так, чтобы это произошло. С моей стороны я готов сделать все возможное. Мы собираемся спасти почву. Прими в этом участие. Спасем почву. От этого зависит наше будущее, будущее наших детей и нашей планеты. Спасем почву. Мы знаем, что должны сделать. Так давайте сделаем так, чтобы это произошло. Давайте сделаем это. 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 Давайте сделаем это.